Это всё из-за неё. Марии Эмилии нельзя ни в чём винить. Да, твой папа себя странно ведёт. Ничего не объясняет. Не знаю, в чём дело. Но я должна это выяснить. Минеральная вода? Спасибо, Кармен. Наш шофер уже пришёл? Нет, не верит. Он должен был отвезти Анну на рынок, а потом выполнить кое-какие поручения хозяина. Надеюсь, он не позволит себе ничего лишнего, Саны. Скажи мне, когда он вернётся? Слушаюсь. Этот циник уже пытался её соблазнить. Уверена. Почему тебя это так волнует? Хватит это обсуждать. Я не могу позволить, чтобы между слугами были подобные отношения. Это аморально. Я, ради бога, с каких пор ты стала поборницей морали. Не смеши меня. Пусть занимаются, чем хотят, но только не в моём доме. Я не потерплю разбрата. Тогда они найдут способ встречаться тайком и делать всё это, где им захочется. Нет, я буду за ними следить. Лаурита, ты что, собираешься шпионить за прислугой? Бред какой-то. Марсия, этот человек ведёт себя, как последний негодяй. Когда мне это надоест, я скажу отцу, он вышвырнет его. И пусть тогда сколько угодно встречается с этой девицей. Нужно что-то делать. Время идёт, а ничего не меняется. Дорогая, имей терпение, прошу. Я тебе просто нравлюсь. Но ты меня не любишь. Потому что тогда ты бы относился ко мне как к женщине, с которой хочешь провести всю жизнь. Вместе. Навсегда. Навечно. Мигелон. 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 Почему ты на меня так смотришь? Задумался. О чём? Да ничего особенного. Принеси мне ещё пиво. Рамирес, чего нам ожидать от этого Нового года? Не знаю, сеньора. Одно могу сказать. Чем дальше, тем хуже. Мерседес, ты прекрасно знаешь, что Ангелита ушёл в отпуск. Я не хочу, чтобы ты прохлаждалась. Одна я не справлюсь. Иди работай. А куда уехал Ангелита? Чинчо. Этот своего не упустит. Знаешь, кто ещё туда поехал? Палента. Скажи, а где Руденцио будет встречать Новый год? У Гомесов. Влюбился по уши. С ума сходит поросе, ударит ей подарки. Ну, ты знаешь? Ну, конечно. Этой девчонке крупно повезло. Вот как ведут себя настоящие мужчины. Ни на шаг от неё не отходят. Уверена, они скоро поженятся. Может, и Мегелон скоро станет таким же, как думаешь? Этому парню нельзя доверять. Его чувства непостоянны. И он как тот осёл, который думал, думал и так и сдох. Мама, что ты говоришь? Я оставлю себя на минутку, дорогой. Мне нужно принять заказы. Без Ангелита трудно. Мама одна не справляется. Я скоро освобожусь, и мы поговорим. Она красивая. Она такая красивая, что дух захватывает. У неё золотистые волосы. Золотистые, как это пиво. И белая кожа. Как это пена. Она похожа на котёнка с доверчивыми глазами. Маленький котёнок, который царапается, но не больно. Мерседес не такая. Всегда суетится, торопится. Эти тёмные волосы и запах кухни. Блондинка приятно пахнет. Как цветок, который хочется сорвать и понюхать. Как это пиво. Прозрачное и ароматное. Так приятно, когда она рядом. С ума можно сойти. Маленький котёнок. Нам ещё нужно успеть приготовить ужин. Привет, Моника. Привет. Что ты будешь делать на Новый год? Пойдёт на какую-нибудь вечеринку. Как на Рождество. Что бы я ни делала, это не ваше дело. Понятно? Какой тон? Не обращай внимания. У неё сегодня плохое настроение. Ладно, вернёмся к нашему разговору. Так, сколько нас? Россио, Мигелон, Лалат и я пятеро. Ещё есть Элита, Мерседес, Гучо, Синьора Хософила и Эми. Нет, нет. На вечеринке Эми не будет. Они с Алекандро уедут. Хорошо. Значит, нас девять. Да, девять. И Рудейсю. Забыла? Десять. Чуть про него не забыла. Как же. Он бы всё равно пришёл. Это да. Этот сеньор накупил гирлянд, халапушек и бенгальских огней. Скупил весь магазин. Похоже, это стоило недёшево. Ну, конечно. Но мне не жалко. Значит, в этом году мы хорошенько развлечёмся. Соришь деньгами, как будто у тебя их в куры не клюют. Если это кому-то нужно, я готов. Вы ещё не знаете, какой у меня подарок для Росито. Я думал, дело ограничится подарками на Рождество. Этот ещё лучше. Рудейсю, расскажи нам, что такое. Нет, нет. Скоро узнаете. Нужно это отпраздновать. Принесите нам выпить. Нет, мне нужно на работу. Мне тоже надо. Я пойду. Детка, иди, помоги мне. Да, мама. Пока. Мне так нравится заниматься этим. Рамирес сказал, что я транжира. Но уж нет. Уж я-то знаю, как достаются деньги. И всегда стараюсь экономить. Но ради особого случая я готов на всё. Такие праздники, как Рождество, Новый год, это семейные праздники. У меня не было семьи. И я не знаю, что это такое. Поэтому сейчас это имеет для меня особое значение. Я понимаю, дон Рудейсю. У меня тоже не было семьи. Однажды, дон Рудейсю. Однажды, Хенероса подобрала меня и приютила. Нам обоим пришлось бороться. И поэтому мы оба такие целеустремленные. Хотя я и старше тебя. Выпьем за нас. За дружбу. Это больше, чем дружба, Лаву. Я хочу стать тебе отцом. По возрасту я подхожу на роль твоего отца. Зачем вы это говорите? Но это правда. Ты мог бы стать мне сыном, которого у меня никогда не было. Так что в этом нет ничего такого. Я надеюсь, что скоро у меня будет настоящая семья. У меня будет дом. У меня будет жена. Иногда чувствуешь себя так одиноко, понимаешь? Я часто спрашиваю, ради чего все это? Моя работа, фирма, бизнес. Ради чего? Ради кого? Ну, еще не поздно. Теперь у меня достаточно жизненного опыта, чтобы сделать правильный выбор. Говорят, что в 40 лет жизнь только начинается. Конечно, да-да. Когда Россито привыкнет ко мне, мы поженимся. Я хочу тебе помочь, потому что ты хороший парень. Спасибо, донор Денсион. Сынок, ты можешь на меня рассчитывать. Говорю тебе это от чистого сердца. Считай, что я твой отец. Финероса? Финероса? Ее нет. Она пошла в магазин и вернется нескоро. Мы одни, Лава. Думаю, ты хочешь меня кое-чем спросить? В прошлый раз нас прервали.